Добрый вечер, уважаемые друзья, мы продолжаем наш очередной урок. Вчера мы остановились на очень интересной теме, на теме говорит нам Рамбам. Мы сказали, что сила Куэна заключается в том, что он, значит, тот, кто определяет, если человек чистый или нечистый. И кроме этого мы сказали еще одну мысль, что, а если он не знает закон, то он, значит, наши мудрецы говорят, берет мудреца, мудрец говорит закон, а он своим ртом разрешает или запрещает. И вчера мы сказали, что Куэн упоминается 80 раз, а слово 80 – это какая буква? Буква Пэй. Пэй – это означает род человека. Куэта у Рашбам. Куэта у Рашбам. Несмотря на то, что все говорят, они, говорят, кошерный, говорит, видеть, говорит, Тума, но сама чистота зависит только от Куэна. Кейцад. А Куэн, если Куэн, говорит, не знает закон, то в этом случае, что? Тогда на эти ногами смотрит кто? Какой-нибудь мудрец. И он определяет, если этот человек чистый или нечистый. Он только определяет. Но он говорит Куэну. Если это чисто или нечистый. Но в конце концов произнести должен Куэн. Амур Таор, а Куэн умеет Таор. Визгиро, והוא мазгиро. Шнемуар, על пневм, יהיה ри, וכל הנега. Вавилу, היה Куэн, קטан, או шоте, хохам, אומר, לא. Он махлит, או путер, או сוגер. Вау, מה דברים אומרים, כשהיה Куэн, сомеха, על דברי חכמים? Абсолютно, אם היה Куэн, роэ, и сомеха, על עצמו, Короче говоря, если Куэн уже начинает определять кошерный, не кошерный, тогда он уже конкретно должен быть мудрецом, который разбирается в этом. Это шейла. Почему же все, значит, идет благодаря, через Куэна? И что это говорит, разница, говорит, между, говорит, другими, говорит, нечистотами, что там определяет мудрец. И почему именно Куэн определяет только одно, говорит, вид, говорит. Какой вид? Вид? Царат, проказу. Нааса, על пиа Куэн, который делается по мнению Куэна. Ба, Раши. Мы начали говорить про Раши, и Раши сказал, в начале Параша, в Сотеме, в Сотеме, в Куэн-яне. Что говорит Раши? Говорит Раши, аль Ааруон. Газирата Кату, и шейна туман на гаим, и ты ратан, и ла, говорит нам Раши, что это такой закон. Да, газирата Кату. Вот, смотрите, что из написана. Писанием предопределено, что признание поражения ясными, чистыми, чистыми, действительно, только из усы, ощущение служительным. газирата Кату. Как бы это, как бы, предопределено. Интересно, почему так это перевело? It's okay. Почему она так перевела? Лямрот, чем мы Раши, еще зо газирата Кату. Несмотря на то, что говорит Раши, говорит, что это предопределено. Бахоль зот, мутар ланули насот, ле хапеста сиба. Но по-любому нам можно поискать чуть-чуть, говорит, почему? Почему? Ляма давка коним, шалпенеем, е колри вихольнега, ляма носея негаим, нитан баматана, давка лакоганим. И почему говорит, именно говорит, все, что касается, говорит, негаим, проказы, даюцер падарак, говорит, именно лакоаним. Баим, асфорно, сукка, сукка, давид, орахай макадош, коль ехад, минасэ, ласбид, от атомшелу, аль анян азэ, каждый пытаец, абеснисваю, абеснининья. Кутеб асфорно, говорит, сфорно, вераау акоэн, и увидел, акоэн, газирата кату, шилот и етумат, негаим, ве тахаратан, элла, аль пи коээн, говорит, увидел его коээн, отсюда мы изучаем, что все, говорит, будет по словам коээна, газирата, ки сивте коэн, и шаммеру дат, потому что, говорит, коэн, говорит, он, шишамру дат, в юру, леме, леме, нога, лефашпеш, бамаса, как бы он его, когда будет с ним говорить, донесет его до такого степени, что он начнет как бы молиться, аль лав, у бил аддэ зод, би йот, ал пи хэн, коль нега, йикну, тэвиоот айн, бэм, мадрэгот аммарээ, лав хэн, бэн нега ланега. Так, шоас. У бил аддэ зод, би йот, ал пи хэн, коль нега, и кно, тэвиоот айн. Окей. Кроме этого, одна из причин, говорит, почему, говорит, коэн, он со временем, научится, говорит, уже разбираться, говорит, что и кто. Говорит, урахай макадош, варала коэн, ве там, ве тиме ото, увидела его коэн, и его, как бы, тиме ото. Асквернил его, талакатуватума, бэпэх коэн. Получается, что все зависит от тарта коэна, аль дэрэх омрим, как написано, бэд малахи милавин, та адам бэлэл шавад льбэто, как написано, масэхэд шавад, страница 119. Два ангела, говорит, провожает, говорит, кого? Человека, говорит, в канун суботы. И что получается? Ну, там написано, что, что если думал хорошо, то хороший ангел благоставляет, а сатан говорит амин. А если было плохо, то тогда сатан благоставляет, что в следующей неделе тоже так было. И хороший ангел отвечает тоже аминна сильно. Винна, лацад шаакоэн, хуам махапэр аль Исраээль, митум аатам, умитахалу яэм. А лацад, и цава шэм, шээсским ала тума зо, шэнкэна мэкуммэа, ваишау. Исхадзэй, азээто што муэвидзьям. Исхадзээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Каннета МКОМА БАИШАО АТШУБО ЛПНЕ АШЕМ ВАЗИ ВАРА ШЕМ МИМЕНУ ТУМАТО И ЗАЙЦАВ АШЕМ СЕСКИМО АЛ ТУМА ЗО ШИТКН ШИТКНЕТА МКОМА БАИШАО И так, говорит, в основном, давайте разберем, говорит, на ГАИМ, говорит, все эти, говорит, проказы проходят по какой причине? По трем причинам. Какая причина первая? Первая причина – ЛАШОНАРА, злословие. Второе – это ГАВА. ВЫСАКОМЕР. И третье – это что? ЦАРУТ АЙН, ЗАВИСТЬ. МАШЕ ЭН, ХА АДАМ МИВИН, ЗЕ МИАЦМО, ШИУХАТА. То, что человек не понимает, говорит, от себя, говорит, что он, говорит, согрешил. ПАФИЛУ ЯДА, ШИЗЕУХЭД. Даже если знал, что это, говорит, грехник. КОЛМАКОМ ЕШЛО, ЭТТЕРИМ, ВЕНО МАКИР БАЦМО, ШИУ МОШЕ, МОШЕХАТ БАЗЕ. Человек, говорит, даже знает, говорит, что это запрет, но он где-то себя оправдывает. И не видит, говорит, что он, как бы, делает ошибку. ВЕЗЕУ БАЛЬО МИПНЕЙ, ШИЛО ЛАМАТ ЭЦЕЛА КОАНИМ. Потому что, говорит, они учили, говорит, от КОАНИМ, говорит, что? Что про них написано, Человек думает, что я уже сказал, что я сделал, я же ничего какого-то убийства не сделал. Чего там такого? И, несмотря на это, что мы видим, в этом есть большое дело. ПАЛЛО, ЛО, ЛО, ХАЗИКАН, ЛО, ХАЗИКУ, О, ХАВСИДО. Я же, говорит, он не наш какой-то целесный ущерб. Или, говорит, он же из меня, говорит, ничего не проиграл. ВАД РАБА, ШИХУ ОМЕР АЕМЕН, наоборот, я говорю, ИСТИНУ, говорит, правильно, ПРАВДУ, ВЕСОВЕР, ДЕМА БЕКАХ ШИХУ МИТГАЭ, УМА БЕКАХ ШИХУ ЦАР АЙН, ЧОТОМ ТАКОГ, говорит, что человек завидует, или что такое, если я говорю про него. ВЕХРАЛ, ИНО МАРГИШШЬ ШИХУ МИТГАЭ, ВЕГАСА РУАХ, он не чувствует, что мы сакамерны, правильно? ВЕХРАЛ, ИНО, САВУР, ШИХУ ШЕХУ МИТГА ЭЛЬЯ, СЕЛА ШОНА РАБ, СОВЕВШ Grande,��, ШИХУ Уuki Это написано, что Коанин, я не просто говорю о Коанин, они еще и вожди, не только вожди. Они, кто вернулся к Тору, которые передают, поэтому в Торах они не отвечают только к Коанин. Они как вожди народа. И поэтому, когда Коанин говорит, что это чистое или нечистое, показать, какую силу имеет разговор человека. И если Коанин скажет, Коанин чистый или нечистый, что это и решает, говорит, это делает человека чистым или нечистым. Отсюда мы видим, говорит, силу разговора, что больше люди не говорили злословие. Коанин, как написано, говорит, что жизнь и смерть находятся где? В руках языка. И поэтому написано, что и было, говорит, это на его, говорит, теле, говорит, как проказа. Он не хотел учиться к Коанину, и не хотел от него учиться Тора. Он не хотел от него учиться к Коанину, и не хотел от него учиться к Коанину. Он не хотел от него учиться к Коанину, так как он не спрашивает, между друзьями, поэтому он должен от него учиться к Коанину. И, говорит, как бы, неправильно, за это были наказаны, правильно? Дальше. Гимель, третье. И поэтому, говорит, что говорит, что говорит? Тала, – смотря и говорит. И но человек – точно, говорит, только в Коанину. все говорит от Коэна что происходит когда сам Коэн говорит у него какой-то недостаток что такое Балмум он говорит неполноценный имеется ввиду что у него есть какой-то орган у него не хватает может ли он смотреть и решать чистоту или нечистоту чувак шута очень многие ответы если Коэн не хватает один из органов он не работает в храме но все равно что но он кошерный для того что определить если человек чистый или нечистый он также не аннулируется от того процесса который делает Коэн который дает специальную молитву которая если человек сомневается сомневается в своей сроке в Гамле а также нет не на Эгла Аруфа если нашли человека мертвого Коэна что на асот бахуц мумим упсулим ото мела а вот значит эти все говорят изъяны которые есть у Коэна недостатки в его теле не аннулируют его не только способности обязанности но что если у человека у него есть недостаток увечья только это это не телесные увечья а что-то говорит не телесные к примеру человек слепой а им адаяно уехол лирот негаим он еще может сматрит гэц негаим пракас говорит нам Тора вим паров тифрах ацарад аеси говорит витч в него говорит праказ беор векиста это царад от коль аннега бе рошо аз лобо хедо азурайз азурайз мата 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 азурайз азурайз во им парох тифрах ацарад беор векиста царад от коль ораннега барошо вад роглав аеси кутни вирус говорит кака это говорит значит праказа в его теле и закрыл говорит все его тела с головы говорит лихол марне коэн говорит коэна говорит раш лихол мар ане коэн рат лак коэн шэ хашух ма ро бархан шэ лам атэйма мазэ мишэ нэ им ху шоу тээ о катэн о шоу ивээр я не я не понимаю человек который говорит допустим коэн который неполноценный коэн у него допустим он хэрэ шоу тээ если он глухонемой если он говорит слепой да почему говорит это не считается что он может это сделать каким образом очень просто зовет мудреца мудрец говорит что он эти признаки некошерные или он говорит некошерные то есть он нечистый так так что получается а пэй шла коэн куэ ва ина что в конце концов определяет человек если он чистый или нечистый не глаза а рот коэн скажет совершенно верно рот а не глаза говорит нам нужно и глаза и рот отсюда мы изучаем и перед ним будет говорить весь спор и все недостатки что это перед ним рот вот кроме этого говорит лохол мара ина коэн лохол мара и все глаза говорят ина коэн а кавана то мы видим что это связано с глазами шекол наса ина коэн парад все это говорит коэн должен видеть но если он не видит значит слепой не может правильно если так говорит мами ухачи что особенного у этого коэна в глазах или там допустим в рте этого коэна и последний вопрос на сегодня пэсу пэсуким пэсуким мипарашат шуфтим это недельная голова шуфтим говорит интересные вещи что там говорит там продолжение говорит нам тура если нашли человека мертвого в дороге то начинают мерить от его головы до близкого города и они будут ответственные с ним цаим шам хамиша в беден гадол в руш коль от коль бедикот во мидот оси мазвекеним и шуфтим но кши мегиям лабакашат махила мя кадошу баху шихапэр о лавон азе мими бакэш что пурочайца шуфтим они как босудзи правильно вам находится 5 бедина в Иерусалиме и каждый из них коль бедикот вам мидидот оси мазвекеним окей что кто делает все проверки говорят и законы это старейшина говорит и шуфтим да а вар кши мегиям лабакашат махила мя кадошу но когда мы приходим к самому богу да извините перед ним чтобы он как аннулил их негрех говорит раш ваку аним умрим а что говорят капер амеха исраэль месиба аторам аду азе натан лакоаним почему говорит это дано было лакоаним ванникшо лакоаним бне леви и бам бахар витих выбрал говорит кто циву ешни каво коаним который из кален леви чтобы леварех чтобы они работали лешато улеварех и благо ставля лебешем ашем именим бога вухол пене им е холерив и холен нега то орит нам сиву ешни кавоан ше мебарех от ашем так аген благо ставля от бога ал пи им негав нега им зот асиба так кавоан ше мебарех от шем ашем так аген благо стат им бога постар нум помина ашем и по их словам говорит что решается если человек говорит ритуально чистый или не чистый заясиба ше не рутцет давка а кавоан и вакешет бакашата копора и поэтому по этой же причине я требую чтобы именно кавоан разобрался со всем этим вопросом не ше лама кешер какое отношение это имеет говорит там сидят в бедина 5 говорит из большого бедина ма бая ше мивакшу это копора причем проблема чтобы они попросили говорит исправление почему именно нужно просить куан им и вакшу это капара вемру капер ламеха израэль вот то что написано прости еврейский народ вот макешет бен парашат негаим лапарашат эгла руфа какое отношение имеет говорит мецурат говорит эгла руфа если нашли мертвого человека еще нужно кое-что добавить тогда уже начнем получать новые краски что лахар шам мецурат нитхар после мецурат очистился от как бы ритуал ненечистоти от левни шум мави это корбанот говорит корбанот говорит нам тора вецива коэн вараках лам миттахэр шти ципурим айот теород вецэр эзуш нитолат везо так давайте сочетаем текст и говорил господь может так это будет учением о прокаженном день очищения его приведен будет он к священнослужителю и выйдет священнослужитель до предела истана и смотрит священнослужитель вот и стелилась язва проказа на прокаженном и повелит священнослужитель за для очищаемого дух живых чистых птиц и дерево кедрового и червленую нить и зор и повелит священнослужитель зарезать одну птицу над глиняным сосудом над проточной водой живую птицу возьмет ее и кедровое дерево и червленую нить, и обмакнет их и живую птицу в кровь птицы, зарезанной над проточной водой, и окропит очищаемого от проказа семь раз, и признает его чистым, и отпустит птицу в живую поле. Окей. Его род чистых птиц. Он также карой за надменность, о чем кедр напоминает своим величественным видом. Ну, высокомерие кого? Да. И червленую нить изов, что должен он делать для своего исцеления, смириться, избавиться от своего высокомерия, осознать, что он мало уничтожен, как червь и как изов, означает щеповую лучину из кедрового дерева, но не дерево как таковое. Означает червленую шею. Повелит кое взять. Ну, это не нужно что-то. Спасибо. 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 Спасибо.